Привет, это Кельпи и сегодня я хочу рассказать вам про свои татуировки. Я хочу рассказать прям историю, прям про все. Начнем с самой первой. Самая первая татуировка у меня расположена на спине. Эту татуировку я сделала еще в 18 лет, будучи в 11 классе. Она олицетворяет собой альбом группы The Renewades, Cherry Bomb. Я тогда посмотрела фильм, биопик об этой группе. Там играет моя любимая актриса Дакота Фаннинг. Я послушала музыку и мне все это очень понравилось. И несмотря на то, что это вроде бы 18 лет, я сделала татуировку про какую-то музыкальную группу. Нет, она мне не надоела, не разонравилась за 10 лет. Ну да, 10 лет. Я ее сделала 10 лет назад и она все еще мне нравится. Я все еще испытываю к ней теплые чувства. У меня подруга, когда ей еще даже не исполнилось 18, мне уже исполнилось, а ей еще нет. Она захотела сделать себе татуировку и я просто такая, а можно я с тобой? Постой, постой, а можно я с тобой? И я просто поехала с ней вместе на татуировку и сделала эту вишенку. И все. Мне было очень забавно видеть реакцию моих родителей на нее. Естественно, я не спрашивала разрешения. Кто спрашивает у своих родителей разрешение на татуировку, правильно? Вот и я не спрашивала. И моя мама сказала, что меня папа убьет. А потом папа увидел, закатил глаза, что-то пошутил про зэков. И на этом все закончилось. Все прошло достаточно мягко. Знали ли они, что будет дальше? Не знали. Ну, когда я поступила в Москву, я переехала в Москву в 18 лет, поступив в универ. И на первом же курсе нам тогда дали премию про форга. Я была про форгом, да, в универе. И на эту премию я пошла в тату-салон и сделала себе целых 4 татуировки сразу. Начинаем. Вот это первое. Вот это. Я покажу старые фотки. Но вот это второе. Дальше. Я, кстати, не помню, которые из них. Наверное, вот это. Вот это третье. И вот это четвертое. Я думаю, вполне очевидно значение многих из этих татуировок. По крайней мере, половина. Если вы шарите, вы понимаете, что это Гарри Поттер. Это Rainbow Dash из My Little Pony. Насчет этой и вот этой. Тут уже, да, тут уже можно сказать, что это такие подростковые штуки, которые... Я могла бы о них пожалеть, если бы я не перебила их во что-то классное. Вот. Здесь я сделала одуванчик, потому что я прочитала книгу «Вино из одуванчиков». Я очень люблю Брэдбери. И книга «Вино из одуванчиков» вызвала у меня очень много чувств. Она буквально ощущалась мною как что-то теплое, практически осязаемо теплое. Ну, а это я сделала в знак того, что я хочу стать писателем. Стала ли я писателем? Нет. Спустя 10 лет я уже полностью забросила это дело. Я, в принципе, ничего не пишу. Даже сценарий для видео. Следующая татуировка была на бедре. Ну, я покажу, короче, отдельным кадром. Так, я просто показываю, где она находится. Эта история довольно... Куашечка. Куашечка моя. Ну, всё, всё, всё. История этой татуировки начинается достаточно издалека. Дело в том, что у меня была интернет-подруга. У меня в целом был период, когда я много... Шерсть. Кошачья шерсть. У меня в целом был период, когда я очень много общалась с людьми в интернете. И дружила с ними, называется Ролёвка. Я была в Ролёвке по Гарри Поттеру. И мы там сдружились с одной девочкой, которая была... Похожего со мной вайба по мрачности. Вот такой... Ну, вы понимаете, я думаю. И она классно рисовала. Она ходила в художку. Сейчас я не знаю, она пропала с радаров. Но она ходила в художку. Выкладывала очень-очень редко, но выкладывала свои рисунки. И однажды она выложила рисунок, который мне понравился. И я подумала, почему бы не сделать татуировку по этому рисунку. Она, узнав об этом, такая, блин, давай я перерисую как-нибудь, чтобы это было прям твоё. Или там нарисую новый рисунок, который ты хочешь. В итоге она нарисовала мне вот эту татуировку с черепом лошади и осьминожьими тентаклями и розочками. Ну и, собственно, на ленточке можно увидеть её ник. Опять же, ни капли не жалею об этой татуировке. Это приятные воспоминания об этих всех временах, о нашем общении, о нашей дружбе. Я впоследствии ездила к ней в гости. Она живёт в Ростове-на-Дону. Ну вот такая вот история. Каждый раз, когда у меня спрашивают, что означает эта татуировка, я такая, с чего бы начать? Ну, теперь вы знаете. Далее я переделывала вот эти штуки. Я решила их забить цветами. И я не знаю, как это сказать сейчас в нынешних временах. Ну, если вы знаете, вы знаете. Под ними находится надпись Girl Power, потому что я феминистка. Тут, в общем-то, больше особо сказать и нечего. Далее. Пойдём по этому рукаву. Самое сложное. Во-первых, я горела желанием сделать себе рукав на всю руку. Прям целиком. И я пошла к той же мастерице, которая мне делала бедро. Говорю, хочу рукав. Мы взяли за основу тематику моря. Я очень люблю подводный мир. Я очень люблю море. Я очень люблю вот эту вот всю хтонь всякую подводную. Типа осьминогов, русалок и прочего. И она такая, ну, давай, короче, подумай над наполнением. Я тебе всё нарисую, всё сделаем. Будет по красоте. Единственная загвоздка – это вот эта вот штука, которую я набила на первом курсе. Которую я впоследствии, буквально через, наверное, а я не помню, когда именно. Но через некоторое время после того, как я набила этот одуванчик, я набила поверх него ещё лампочку и шестерёнки. Почему? Потому что я увлекалась стимпанком. Если вы прям олды моего канала и в целом знаете про мой старый-старый контент, вы могли видеть, что я раньше участвовала в стендах стимпанка, в стенде стимпанка. Я у нас в Москве ходила по фестивалям, всякие там корсетики, вот это всё. Очень много я там времени провела. Вот это было самое начало этого периода. Опять же, было суперклассно. И эта штука мне напоминает о том, что я этим увлекалась. И это было классно. Но нужно было как-то это вписать. Мы решили, что у меня будет стимпанковый осьминог или кальмар. Кальмар. По-моему, это кальмар. Кальмар. Он будет в металлической броне. Либо он сам по себе металлический, то есть роботизированный кальмар. Тут уж додумывайте сами, как вам больше нравится. Но учитывая, что у него... Хотя присоски тоже можно сделать у роботизированного кальмара. Мы решили, что у нас будет этот кальмар держать эту лампочку в своих щупальцах. И вот, собственно, он держит эту лампочку в своих щупальцах. Тут всякие гаечки вылетают из этой лампочки. И вот, в принципе, никакого особого подтекста тут нет. Нам нужно было просто это все вписать, чтобы это было гармонично. Тут всякие водоросли, кораллы. Локоть я забивала, это было очень страшно. Выше локтя у меня расположена русалка. Русалка у меня сделана в честь дорогого человека, которого я, к сожалению, потеряла. Это достаточно трагичная история, которую я не уверена, что хочу рассказывать. Но, возможно, когда-нибудь расскажу. Она достаточно тяжело мне дается в целом, потому что этот человек был очень для меня дорог. Это у нас, значит, большая волна в Канагаве International, так сказать. Я в честь увлечения Японии сделала ее. Тюленчик в честь другого дорогого человека, который все еще смотрит мои видео, лайкает, поддерживает. Я тебя очень люблю. А это в честь моего бывшего, кто, опять же, алды, кто смотрел мой другой контент. Я была замужем буквально полтора года назад еще, но сейчас уже нет. И вот этот чудик, он в честь него. И вообще, это персонаж из аниме Фэйт, из вселенной Фэйт. Это осьминожка, которая принадлежит Хацусике Хокусай. В общем-то, автор этой картины Хацусика Хокусай, но не из Фэйта, а настоящий. Ну, и тут у нас солнышко. Это, собственно, чтобы с волной красиво смотрелось. Ну, и на этом рукав окончен, в общем-то. Рукав мы били в течение года. И да, это было больно, особенно подмышка и локоть. Это самые были адские места. Это было дорого, это было долго. Но я такой человек, я стараюсь заканчивать начатое, за что мне была очень благодарна моя мастерица. Затем прошло достаточно много времени, прежде чем я набила новые татуировки. Но следующей татуировкой была парная татуировка с моим нынешним молодым человеком. Это Павер из бензопилы. Вы знаете, я думаю. Парная она в том, что у него сделан денжи из бензопилы. Мы делали на них косплей. В целом мы похожи на этих персонажей. Чисто по характеру, но только понятно в рамках здоровых. Поэтому мы сделали такие парные татуировки. Достаточно спонтанное было решение, что для меня не очень характерно. Но она прекрасна, я ее очень люблю. Как и все свои татуировки на самом деле. Я не жалею ни об одной из них. Следующая моя татуировка была Sailor Moon. Sailor Moon была уже более осознанным решением и вполне самостоятельная. Я, в принципе, очень люблю это аниме. Но мне... как объяснить? Я понимаю, что оно немножечко туповато. Но атмосфера, эстетика этого аниме меня безумно радует. Приносит мне тонну дофамина. И именно вот эстетика этого аниме... Это вот прям сердечко. Сердежко. И буквально недавно... А! Вместе с Sailor Moon я набила себе вот здесь маленькую луну. Эта луна означает мою любовь и преданность Риане Гранде. У нее есть тоже такая луна, тоже где-то недалеко за ухом. Ну, место не точно такое же. Ну, как бы не было попытки прям сильно скопировать. Была просто попытка повторить эту луну. Почему Ариана Гранде? Потому что я слежу за ней с 13-го года. Со времен, когда еще не вышел ее первый альбом. Я очень ее люблю. Очень люблю ее творчество, ее волос. И она очень часто в тяжелые жизненные моменты своей музыкой помогала мне их приобрести. Я помню, когда я заслушивала песню Get Well Soon. Кому интересно, вы можете посмотреть текст этой песни. И вы, в принципе, поймете, почему она помогает в тяжелые времена. Это очень такая теплая, душевная песня, которая буквально меня соскапливала с дна эмоционального. Вот, поэтому я очень с нежностью, с большим теплом отношусь к Ариане Гранде. Потому что она помогла мне буквально преодолеть много жизненных трудностей. Я не говорю, что она меня вытащила из депрессии, что она меня спасла. Там, в мою жизнь, нет. Конечно же, это сделала я сама. Но это было все под аккомпанемент Ариана Брюш. Все это было под аккомпанемент Арианы Гранде. И последняя моя татуировка на данный момент, это Тардис. И у нее космический след, который вот так вот обматывает мою руку. Вообще, у меня были мысли сделать эту руку в космической тематике. Типа, здесь море, а здесь космос. Но мне хочется здесь черно-белую тематику. А космос черно-белым сделать достаточно... Кош. Космос сделать черно-белым достаточно проблематично. Поэтому я решила от этой идеи отказаться. Но космос тут все равно присутствует. Вот. Делать татуировки больно. Делать татуировки дорого. Какие там еще стандартные вопросы. Весь их глубокий смысл я вам, в принципе, уже рассказала. Глубже там ничего нет. Я не вкладываю прям какой-то тяжелый философский смысл в эти татуировки. Ну, в свои татуировки. Я люблю просто что-то такое запечатлять, что памятное настолько, что я буду помнить об этом всю свою жизнь. То есть, ну, Гарри Поттером я увлекаюсь с 11 лет. И я до сих пор очень люблю его. Я перестала обмазываться мерчом. Потому что он перестал влезать. Сама упала. Кстати, если хотите обзор на весь мой мерч, все мои полочки, можем устроить. Пишите в комментариях. У меня тут достаточно солидная коллекция, на самом деле. Могу вам все показать, рассказать. Доктором Кто? Я увлекаюсь поменьше, конечно, чем 17 лет. Но потому что я его просто нашла позднее. Но это тоже уже стало частью моей жизни. Доктор Кто? Это моя любовь, моя отдушина, каким бы всратым он иногда ни был. Я его все равно люблю. И смотрю, вот по сей день выходит новый сезон. Я его сейчас смотрю. Ну, морская тематика. И тут, в принципе, запечатлены люди. Какие-то этапы моей жизни, типа стимпанка. Я занималась этим около 4 лет, по-моему. И в целом я до сих пор там фактически состою. Но у нас сейчас как-то не особо какой-то движ. В принципе, какие-то фестивали сейчас редко проходят. Поэтому потихонечку подзабрасывается. Но у меня до сих пор есть мечта сделать стимпанковскую Алису Мэтна Сретен. Это стоит очень дорого. У меня есть сбор на Бусти. И он висит уже несколько лет, по-моему. Он висит пустой. Но мечта такая есть. И если я ее когда-нибудь сделаю, я буду ходить со своим стендом в стимпанковой Алисе. И это будет очень хорошо. Ну, это, во-первых, мой любимый персонаж, который я перекосплеила во всех образах, которые смогла. Сейлор Мун тоже достаточно жизнеутверждающая. утверждающая для меня вещь. Интернет-подруга, которая классно рисует, нарисовала мне то, что прям под меня. Потому что это череп, это осьминожи и тентакли. Я люблю тентакли. И розочки. Ну, как бы все мое. Метка Рейнбл Дэш по поням я угорала с 16 лет. Не могу сказать, что я сейчас все еще брони. Но это, опять же, такая большая веха моей жизни, которую я увековечила на своей коже. И, опять же, не жалею. Ну, и Вишенка. Это моя первая татуировка. Это моя любимая музыкальная группа 75-го года, которая распалась в 76-м. И моя любимая актриса Дакота Фаннинг. Я все еще это очень люблю и отношусь к этому с большим теплом. Расскажу вам эксклюзивную информацию, которую знает только моя тату-мастерица. Наши планы на будущее моей татуировки. Одна из них будет посвящена Алисам Эднас Ретен. Я пока не имею понятия, где она будет расположена. Я хочу сделать ее достаточно большой. Но я хочу увековечить и это тоже. Причем там будет Алиса Мэднас Ретен и классическая книжная Алиса. Алису, страни чудес. Мне читал папа в детстве, когда я еще не умела читать. И это тоже запало мне в сердце. И оно до сих пор. И по сей день Алиса это прямо моя любовь. Я люблю такую вот странность, необычность, что-то абсурдное. Алиса Мэднас Ретен это другая сторона всей этой истории. Она про мою мрачную сторону какую-то. Что-то вот любящее такое вот мрачное. Как бы у меня достаточно мрачный стиль, как вы могли заметить. Я либо альтушка, либо годка. Я не знаю, я уже запуталась, если честно. Наверное, больше альтушка. Когда я проходила Алиса Мэднас Ретен, я была в полном восторге. Я бы хотела ее сейчас на самом деле перепройти еще раз. и я хочу на одной татуировке совместить эти две разные абсолютно Алисы, но обе Алисы и мы будем это как-то реализовывать, думать, как это реализовать красиво. Ну, вот такая вот идея. И вторая татуировка, которая у нас запланирована. Я хочу сразу забить локоть, чтобы потом о нем не думать. Я думала над этой темой, когда я била себе Тардис, прям сидела, листала Пинтерест, и мне наткнулось на сердечко из терновых, из шипов розы. То есть, из стеблей свита такое сердечко, и там торчат всякие шипы и розы. Вот. Я показала это своей мастерице, и она такая, блин, вообще прикольно. вот. И я хочу ее сделать. Тут как бы достаточно простое объяснение, почему такая татуировка. Потому что сам локоть бить, это жесть. Плюс там выпадает пигмент, и сердечко будет вокруг локтя. Чтобы мне не сильно терпеть, чтобы пигмент не страдал. То есть, вот здесь вот вы видите, да, завихрение, и через него проглядывается кожа. Мы специально так сделали с мастерицей, чтобы выглядывала кожа, чтобы мне не сильно страдать. Здесь я хочу поступить аналогично, и сделать это красиво. Вот так вот это обыграть. Ну, и надо будет думать над вот этим местом. И вот это место тоже надо будет как-то забить. Возможно, Алису сделаем вот сюда. Но я еще над этим подумаю, потому что это место не особо видно мне. вот, и я еще подумаю, может быть, сделаю в другом месте. Вот такая вот история. Надеюсь, вам понравилась экскурсия по моему целу. Без лишних пошлостей. Подписывайтесь на канал, не забудьте поставить лайк, если вам не понравилось, но вы почему-то досмотрели до этого места, поставьте дизлайк. Это тоже окей. главное что-нибудь поставьте, а если вы еще и комментарии напишите, это будет вообще восхитительно. С вами была Кельпи, всем пока!